Всем привет! Это урок номер 16 школы Роблокс 2020. Тема сегодняшнего занятия – магнитуда. По-русски – длина. Длина вектора. С помощью этой длины, с помощью магнитуды, мы будем узнавать расстояние между одним партом, одним объектом и другим. Это очень часто используется в играх. Например, вам нужно узнать, какое у вас расстояние до ловушки. Или сколько осталось стадов между зомби и охотником. Чтобы зомби ускорился, например. Или начал кричать, что какие-то там ругательства. Так, ну давайте немножко к теории. Так, вот давайте вспомним то, что я выделил. Я выделил позицию первой детальки, Part 1. Вот она у нас на Workspace. Кубик. Он выглядит немножко странно, потому что я к кубику еще прицепил окружность сверху. Эту окружность мы потом будем использовать. Но представьте, что это просто как будто Part 2. Что у нас здесь? Просто Part 2. На нее наклеена наклейка. Вот двоечка. Beam добавил. Beam, чтобы показывать визуально расстояние между двумя деталями. И добавил Attachment. Attachment находится внутри каждой детали. У каждой свой. У Part 2 есть Attachment 2. У Part 3 Attachment 3. У Part 1 Attachment 1. Это для того, чтобы мы могли Beam соединить. Про Beam смотрите отдельный у меня урок. Так. Ну смотрите. Я сейчас подвигаю детали. И вот видно, что как будто привязаны какими-то эластичными веревками или резинками эти детали друг с другом. И вот мы сейчас будем определять длину вот этого бима. Расстояние между центром этой детали и этой. Так. Ну давайте еще немножко на шаг назад вернемся. Итак, у нас есть позиция. Позиция это положение нашей детали в Workspace. Если мы попробуем из этой позиции, а она вектор. Помните? Она представлена вот такой штучкой. И здесь первым параметром у нас идет проекция на ось X. Потом идет проекция на ось Y. И проекция на ось Z. Но это нам сейчас не важно. Потому что Roblox за нас будет считать. Не нужно нам будет писать вот такие вот страшные штуки. Но если мы напечатаем вот это выражение, то мы получим результат 10. Нам длину вектора. Магнитуда буквально длина вектора. Длина вектора 10.00 равна 10. Если здесь будут какие-то другие значения, то вычислить в уме сложнее. Но мы опять не забываем, что Roblox все за нас будет считать. Так. Далее. Позиция первого кубика, Part1, тоже представлена в виде вектора. И если мы допишем потом точку магнитуда, то мы получим расстояние от центра нашего воркспейса с координатами 0,0,0 до нашего кубика. До центра нашего кубика. До серединки. Так. Ну, это понятно. Возможно, можно использовать такое выражение. Узнать, насколько отбежал наш кубик от центра нашего уровня. Но это как-то странно. Обычно измеряют расстояние между двумя объектами. А эти два объекта могут двигаться. Какой-нибудь зомби или какой-нибудь охотник. И так далее. Что угодно. Так. Напоминаю, что тут у нас будет небольшой бонус. В этом уроке в конце. Чтобы было не только то, что вы уже, наверное, знаете и так на зубок. Так. Дальше. Смотрим. А это что такое? Кто-то уже помнит, что это размеры. Размеры нашего парта. Они тоже представлены в виде вектора. Там используются три значения. Ширина, высота и глубина. Если мы попробуем получить длину размера. Это как-то странно звучит. Но дело в том, что на длину сайза. Дело в том, что магнитуда переводится еще как там размер. Например, мы можем получить конкретное число. Как бы размер объекта. Иногда в играх не нужно вычислять полноценно объем какой-то детали для наших вычислений. Нам нужно приблизительно понять. Этот объект больше, чем вот этот. Это мы можем сделать спокойно. Вычислив магнитуду, размер сайза нашего объекта. Например, если мы сами пишем физический движок. Пытаемся как-то переписать то, что Roblox и так умеет без нас делать. С помощью этого мы можем узнать, какая деталь массивнее. Ну ладно, это неинтересно. Интереснее узнавать расстояние между двумя деталями. Дело в том, что мы можем совершать некоторые операции над векторами. Вот, например, у нас есть вектор А и есть вектор В. Если мы вычтем из первого вектора второй, то мы получим третий вектор. Который будет, например, С. Если мы получим из этого вектора С магнитуду, мы узнаем расстояние между первым и вторым вектором. Итак, мы узнаем длину вот этой эластичной резиночки, которая соединяет первый объект и второй. Объект А и объект Б. Вот в моем примере. Давайте сразу код раскомментируем, чтобы его долго не писать. Все очень просто. Переменная, в которой я буду хранить расстояние между объектом 1 и объектом 2. Между парт 1 и парт 2. m это от слова магнитуда. В бесконечном цикле, про циклы смотрите урок. У меня там на 2,5 минуты про цикл wild. Мы получаем в этом цикле каждую долю, каждую 10 раз в секунду. Получаем расстояние между парт 1 и парт 2. И печатаем его в окошечко output. Наверное, вот с этими строчками проблем нет. Давайте теперь посмотрим, как у нас происходит вычитание из вектора парт 1. Почитаем вектор парт 2. И обязательно мы это выражение, помните, я вам писал, что А минус Б равно С. Что у нас в результате должен появиться какой-то вектор. Если мы не хотим лишние присваивания делать, мы могли на самом деле присвоить, например, С присвоить этот вектор минус этот вектор. Но мы не используем лишнюю переменную, мы просто сразу пишем первый вектор минус второй вектор. В скобочках. А после скобок пишем точка магнитуда. И с помощью магнитуды нам Роблокс возвращает уже какое-то число. Расстояние в стадах между позицией первой части и второй. Мы печатаем. Долго объяснял, на самом деле все очень просто. Давайте включим output окошко и посмотрим. Так вот, три числа напечатались. Можете остановить и посмотреть. Так, ну видно, что расстояние какое-то одно и то же. 23 и 3. Давайте подвигаем деталь. Двигаю, расстояние стало увеличиваться. 37 стадов, 39. Можно еще нагляднее сделать. Можно не персонажем нашим двигать, а просто... Так, давайте, например, пар 2. Так, и я буду двигать нашу деталь. Видно, что когда я вверх поднимаю. А, ну, кстати, новая координата присваиваться к детали, когда я отпускаю мышку. Ну, в любом случае, вы видели, что расстояние меняется. Давайте как-то более интересно это расстояние используем. Давайте размер вот этого шара, который у нас описывает, который описан вокруг парта 1. Давайте будем увеличивать его размер в соответствии от расстояния между парт 1 и парт 2. Так, печать мы, наверное, оставим. Так, как нам изменить размер? Как нам добраться до парт дистанции? Вот этот шар, он называется парт дистанции. Я прям буду писать вот так. Workspace парт 1 парт дистанции. Вот этот наш шар. И у него есть размер size параметр. В него мы будем заносить Ну, размер мы уже здесь получили. Расстояние. Мы будем новый вектор создавать. И все три параметра зададим вот так. m1.2 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 И этого должно хватить. В принципе. Так, ну уже видно что шар растет, но как-то он не догоняет вторую часть. Давайте вспомним, как у нас представлены представлены размеры наших деталек. Дело в том, что размер окружности и размер нашего кубика он не представлен в виде радиуса. Он представлен размерами от этой грани, допустим, вот до этой. Сколько стадов? А расстояние, как вы видите, как бы представляет радиус. Поэтому нам нужно умножить на 2. Чтобы адекватные размеры получить. Давайте посмотрим на эффект. Эффект как защитное поле можно визуализировать. Помните force field, когда мы телепортировались? Так, ну тут у нас уже отлично видно. От центра нашей детали 1 до ровно центра детали 2 наш пузырь раздувается. И вот куда бы мы его не двигали, сейчас можно и вбок, можно назад начать двигать. Видите, он уменьшается. можно делать в играх какие-нибудь портативные защитные поля. Вы их сможете, например, сделать и так, что только ваш игрок может двигать какие-то пограничные маркеры, наверное. Или можно в тайкуне делать какой-нибудь дом, менять координаты. Вот, кстати, как, допустим, это наш пепедом. Как он у нас сейчас задан? Какие значения нужно сохранить в дата-сторе, например, чтобы мы потом зашли в игру и у нас такого же точного размера получился этот дом, пепедом. Координата центра, позиция, где у нас парта 1 находится и размер тоже. Это вектор 3 значения. Надеюсь, кто-нибудь без лишних уроков уже сможет сделать сохранение ваших построек тайкуна в дата-сторе. Так, ну ладно, с этим все понятно. Третью деталь я просто добавил все то же самое, что от третьей детали, если вы хотите получить расстояние от первой до третьей, вам нужно, наверное, просто изменить в формуле парт 3 и здесь будет парт 1. Точно так же расстояние будет изменено. Про бимы я не помню, я говорил уже или нет, у меня есть отдельный урок. С помощью них можно делать красивые флаги, можно делать текущую воду и так далее. Тоже есть урок у меня на канале. Ну что, давайте перейдем к бонусу. Давайте сначала посмотрим, как этот бонус работает и работает ли он. Я задумал сделать некую мину, которую, например, забыли, война прошла и где-то осталась мина. И вот школьник Рофлов гуляет и наступает на эту мину. Вдруг мина начинает пульсировать, но она не взрывается. Стоит нам отойти на какое-то расстояние и мина взорвалась. Давайте, во-первых, сделаем из этой мины нечто более интересное, то, что может пригодиться как оружие самозащиты для установки ловушек. Естественно, мы не должны сами подрываться на этом. Давайте посмотрим скрипт. Он очень простой. Так, вот у нас есть PartBoom. Так, что он из себя представляет? PartBoom. На нем две наклейки. Одна мордочка веселая, другая печальная мордочка Пепе. Скрипт и все, ничего больше нет. здесь все интересное в скрипте. Получаем ссылку на нашу деталь. Здесь мы задаем безопасную дистанцию, на которой мина может взорваться. Окей. Делаем переменную debounce. Наверное, сталкивались с этим. Это сделано, на самом деле, этот скрипт будет работать и без debounce, без этой переменной. Но дело в том, что если несколько игроков одновременно играют на вашем плейсе, они могут одновременно наступить на эту мину или с небольшой какой-то разницей во времени и она будет не очень красиво себя вести визуально. Взорвется она один раз, конечно, но тем не менее. Дальше. Получаем как мы это уже сто раз сделали. Получаем ссылку на игрока, который дотронулся до мины. Для чего это нужно? Теперь этот игрок управляет миной. Теперь мина будет следить за этим игроком, пока он не отойдет на безопасное расстояние, а потом взорвется. Мы здесь debounce делаем, заносим в эту переменную true. После того, как мы уже нашли хозяина для мины, мы его занесли в переменную. Теперь только этот хозяин. Если какой-нибудь Вася или Света подбежали, то они уже не смогут... Touch сработает функция, но на этом моменте она прекратит работать, потому что у нас уже в debounce занесена истина. окей, значит у нас только первый игрок рофлов умеет, точнее тот, кто первый дотронулся до мины, вы можете управлять. Так, ну проверяем, есть вообще дотронулся до нее игрок или нет. Если игрок там есть, то только тогда делаем debounce, потому что у нас до мины может дотронуться например зомби какой-нибудь. Нам не нужно, чтобы зомби управлял этой миной. Хотя в вашей игре можно сделать, чтобы и зомби управлял мины. Так, окей. Дальше получаю переменную ссылку на Humanoid RootPart. Мы к этому еще вернемся, когда будем продолжать наши уроки про гуманоида, лучи, NPC и искусственный интеллект. Ну это такая движущая деталь есть в каждом нашем игроке. По расстоянию от центра мины до расстояния до вот этой детали Humanoid RootPart. Мы будем узнавать, успел наш отойти игрок от мины достаточно или нет. Так, Пепе злой теперь. Так, что мы здесь делаем? Мы делаем Пепе злого. Во-первых, мы нашу деталь, вот эту мину, видите, она темно-красного, мы ее раскрашиваем в красный цвет. Материал делаем, чтобы он светился немножко, неон. Наклейку с веселым Пепе прячем прозрачность единичка, чтобы она исчезла вообще. А была спрятана изначально наклейка Пепе сет, печальный Пепе, мы делаем прозрачность ноль, чтобы мы ее видели. Так, отлично. Все, раскрасили, Пепе теперь красный, и теперь вот бесконечный цикл. Бесконечный цикл, он будет крутиться, будет бесконечно работать, бесконечно работать, с паузой Wait. Если мы Wait не передаем никакого параметра, то это пауза где-то меньше секунды. Посмотрите, сколько. Так, если мы здесь уберем Wait и сделаем слово True, то у нас игра зависнет. Слишком много будет процессор тратить времени на вот эту работу. Так, дальше. А здесь идет просто вычисление. Получаем магнитуду между разницей векторов. Видите, позиция гуманоид root part нашего человечка, который управляет сейчас миной, и между центром нашей мины, которая называется Boom. В скобочках разница двух векторов, поэтому можем к этой разнице написать точка магнитуда. У меня здесь с маленькой буквы написано. Кстати, все равно будет работать, но пишите с большой, потому что с маленькой это уже устаревшее. В один прекрасный момент в Roblox это отключит и у вас перестанет работать ваш скрипт. Так, пишем с большой буквы. Так, если расстояние между человеком и миной больше безопасной дистанции, тогда взрывает. Так, а ребята, вы запомнили, что я отошел на безопасное расстояние и все равно взорвался. Почему так произошло? Опять возвращаемся к тому, как у нас устроены люди, например. Расстояние между центром человечка и между центром миной. Вы понимаете, что на самом деле дистанция была до центра человека. Вот я, допустим, это человек, да, я его пододвинул на один стат, а дистанция безопасная все равно внутри моего тела где-то находится. Так что если я сейчас сделаю взрыв вот такого радиуса, она все равно заденет меня немножко по телу. Поэтому надо дать человечку отойти еще несколько стадов. Давайте например 4 стада. Можете посмотреть толщину вашего человека и не из головы придумывать вот это выражение. Давайте здесь мы не будем никакие выражения делать. Мы где будем задавать радиус взрыва, мы уменьшим этот радиус вот он здесь safe distance сейчас я объясню. Сделаем чтобы взрывалась по радиусу не только безопасной дистанции а радиус минус 400 чтобы человек был уже за пределами. Так вот я вам говорил сейчас вместо этой четверки можно узнать ширину или глубину вашего человека. Так ага смотрим здесь внутри этого условия если мы уже отошли достаточно тогда нужно сделать взрыв. Вот этот код отвечает за взрыв. Окей создаем взрыв взрыв делается созданием инстанца explosion у explosion мы должны задать позицию дело в том что как бы мы его не создавали даже если мы его с помощью плюсика добавим вы знаете что можно добавить его из списка объектов вот я пишу explosion вот мы можем его добавить в принципе но лучше так не делать потому что это бесполезно в принципе можно настроить взрыв и в скрипте так вот если он добавлен с помощью плюса у него все равно позиция задана 0-0-0 так что сколько бы вы взрывы не задавали они будут взрываться где-то в середине вашего бейсплейта так вот чтобы они взрывались там где находится наша мина вот где я показываю мы должны взять позицию этой мины и присвоить эту же позицию вот смотрите позиция мины я ее заношу в позицию нашего взрыва будущего дальше я здесь задаю у нашего взрыва есть радиус поражения так как узнать вообще какие есть позиции какие есть свойства у этого explosion у нас есть так 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 object browser здесь мы ищем explosion abcd вот explosion и вот у нас все свойства есть так что у нас здесь есть давление взрыва можно задать давление очень маленькое извините лягушачий пук чтобы ну только листочки листочки какие-то очень легенькие которые лежат вокруг чтобы они только разлетелись стены устоят все это очень напоминает на ту не на ту а напоминает ту же силу посмотрите урок про вращение моста про моторы про сервоприводы что там приходится определенное усилие прилагать для того чтобы сдвинуть например мост или лифт с человечком вот примерно то же самое только обычно взрыв делают очень большим по умолчанию здесь огромная не помню 5 миллионов или даже 50 миллионов сила так что если мы это это свойство не задаем то взрыв просто будет очень сильным на самом деле и бласт радиус это радиус поражения дело в том что когда взрыв происходит то если у нас здесь есть земля то может остаться воронка и в радиусе взрыва земля должна исчезнуть если бы у меня здесь была земли больше то наверное было бы и углубление так зона поражения так называемая дальше смотрим destroy joint radius percent здесь можно указать насколько я помню от единицы до ста какой шанс чтобы разорвало связи например оторвало руку вот по умолчанию здесь один процент так что вас или убьет сразу а у этих у каких-то связанных деталей заборов там дверей почти ничего не оторвется так ну и тип взрыва тип взрыва у нас есть так ну на сайте мы можем посмотреть там тип взрыва есть с воронкой и без воронки ну с воронкой интереснее и он по умолчанию так что нам тоже ничего здесь не нужно задавать чтобы красиво все было так ну и visible это там истина или ложь показывать взрыв красивый или нет если взрыв не показывать visible false то просто воронка произойдет такой чпок и даже без звука да не по-моему а точно так что звук звук нужно задавать самому так настроили наш взрыв и поместили его на workspace с этого момента у нас взрыв он невидимый это точка точка находится внутри нашей мины мину давайте теперь мы уничтожим а иначе произойдет взрыв и мина останется спепе как была мы пишем переменная которая ссылается на детальку нашей мины бум вот в начале да screen parent вот здесь да уничтожаем return это чтобы наш скрипт наша функция закончилась и больше не вертелась но дело в том что если мы уничтожим наш наш парт бум нашу мину то в принципе скрипт тоже вместе с ней уничтожится и перестанет работать ну лучше добавляйте return чтобы не совершать ошибок потом в более сложных скриптах окей с взрывом мы разобрались взрыв происходит только один раз когда человек отойдет на безопасное расстояние от мины а что же делать что если человек не отошел от мины на безопасное расстояние я делаю чтобы мина пульсировала так ну давайте еще раз протестируем и посмотрим как мина пульсирует кстати это урок подходит к концу так сейчас станем мастером мины вот мы стали мастером мины она не взорвется сколько бы время не прошло даже если мы на ней прыгаем так уж мы ее запрограммировали скрипте но стоит нам отойти на безопасное расстояние она взорвалась отлично все сработало но мне показалось что сейчас пульсация нашего злого пепи была какая-то недостаточно угрожающая я не мог понять что мне нужно убегать а давайте сделаем что он быстрее и вообще как я сделал эту пульсацию фух так ну у меня какая-то скорость пульсации задана давайте эту скорость увеличим ну пусть 10 будет например как я делаю пульсацию я меняю размер нашей мины я в сайз размер нашего шара мины заношу каждую итерацию нашего цикла каждый проход нашего цикла заношу новый размер но я делаю не случайный размер а я делаю его то больше то меньше какая функция мне позволяет так делать дело в том что у нас есть math синус эта функция возвращает значение от минус единицы до единицы в зависимости от того какой угол мы передаем в эту функцию но здесь я передаю не угол я передаю просто osclog почитайте это количество тиков по-моему количество ну давайте так условно количество времени которое произошло с момента запуска игры это количество каждую секунду все растет и растет даже каждую долю секунды я его умножаю на speed на скорость переменной для того чтобы пульсация происходила быстрее так итак пульсацию в три раза увеличил больше что мы получаем дело в том что размер нашего шара 4 на 4 на 4 итак я взял здесь размер шара а так как я вам сказал что синус выдает значение от минус 1 до 1 то у нас получается какие бы значения не выдавала вот эта функция math sin у нас будет к четверке прибавляться либо минус 1 либо плюс 1 значит у нас размер пульсации нашей мины будет от 3 до 5 нас это устраивает если мы хотим чтобы он пульсировал меньше на меньшую амплитуду можно здесь деление давайте на 2 разделю так ну и все наверное это все что я хотел сделать если же мы хотим сделать наоборот чтобы мина взрывалась на расстоянии на определенном на безопасном вот у нас мы сейчас safe distance а есть например unsafe или как у нас как бы вы написали опасная дистанция о пульсация уже быстрее идет так давайте я все-таки остановлю и еще сделаю быстрее скорость давайте 30 ну сейчас наверное вообще страшно будет и обратите внимание сейчас подходим к нашему пепе мордочка улыбчатая вот сейчас взорвется мы-то с вами скрипт писали поэтому мы знаем сколько угодно здесь стоим пока нам на безопасное расстояние не отошли она не взорвалась ну что ж домашка домашка тоже ничего особо писать не нужно нужно пофантазировать что можно сделать с помощью магнитуды чтобы вы сделали в первую очередь в вашей игре я привожу пример который не будет засчитываться правильным уроком правильным ответом на домашку например открывание дверей на расстоянии знаете когда к магазину подходите там датчик инфракрасный который светит на вашу кожу получает отраженный свет видит что человек подошел от него отразился свет и открывает дверь когда вы отходите на расстояние определенное этот уже луч до вас не добивает назад не возвращается и дверь закрывается так на этом все ставим лайки подписываемся на наш дискорд сервер заходим задаем вопросы во вконтакте группе можно задавать вопросы нас уже там много и в дискорд сервере и во вконтакте ставим колокольчик шлем донаты привет Продолжение следует...